Всем привет! У меня уже как-то давно просили снять видеоролик по моим папоротникам. Потому что я в обзорах их показываю, но как-то толком ничего не говорю. Вот решил отдельно снять ролик. Вот такой вот флейбодиум у меня. Покупался маленький. Совсем маленький. Я даже уже рассказывал, тут были старые листики. Но после того, как я его благополучно засушил, потом чуть недели я его не сжег своими свечками. Они благополучно отвалились. И большие тоже кое-какие. Но тем не менее, папоротники очень живучие растения. Рекомендую всем их к выращиванию. По почве рекомендуют листовой перегной, торф, песок. Обязательно почва-смесь должна быть очень рыхлой, водо-воздухопроницаемой. Вода не должна застаиваться. Вот этот у меня, смотрите, в маленьком таком горшочке не пересаживался уже несколько лет. У него такие вот пушистые, как они, я не знаю, как это, стебли, наверное, называются, да? Не углублялся в этот вопрос. В общем-то, вот сбоку начинают появляться какие-то молоденькие, такие как почки. И из них начинает развиваться молодой лист. Листья очень крупные, на длинных черешках. И слегка такие голубоватого оттенка. Очень классные, мне нравится он. Очень хороший, неприхотливый. Поливаю я их, когда вспомню. Ну, в основном, с каждым поливом, когда всю коллекцию проливаю, я обязательно их тоже поливаю. Так что не переживайте. Следующий у меня полатицериум оленей рог. Я его покупал в обе, кстати говоря, маленький такой, весь в клеще был. Кстати, вот вредители могут есть его клещи, имейте в виду. Также помню, мне писала знакомая, что у нее были, купила, купила его весь с щитовкой. Это тоже такой паразит, с которым я боролся одно время. Лучше с ними дело не иметь, никому не живая. Так вот, он у меня посажен в смесь для орхидеи. То есть, там у меня не видно, не подобраться. Сейчас я вам покажу снизу горшок, вот такой вот. У него два вида листьев. Вот эти вот, они как бы обнимают опору и держат само растение. И вот такие вот вегетативные зеленые ваи, которые разворачиваются. Очень красивый, эффектный такой папоротник. Их тоже существует множество видов, разновидностей. Вырастают невероятных огромных размеров. Я знаю, что многие сейчас начинают их сажать на блоки. Но я не стал его сажать на блок. Я просто посадил в горшок и в смесь для орхидеи. Смесь для орхидеи это кора, мох, уголек. Такие, я думаю, уже все изучили и все знают, что такое смесь для орхидеи. Тоже совершенно неприхотливый, мне показался. И в этой смеси он себя чувствует, как видите, хорошо. Довольствуется светом от стеллажа. То есть к свету он тоже, можно сказать, непривередлив. Поливаю вместе со всеми, зимой реже. Также у меня есть еще вот такой папоротник. Папоротник называется он вот так. Можете остановить, почитать, что хочу рассказать про этот папоротник. Покупал я его в ботаническом саду, наверное, года два назад. И слушайте, он у меня не растет вообще. Он не то, что не растет, он не умирает при этом. Он замер вот в таком положении. Вот второй год реально. Я даже хотел видео снять на тему, какие растения у меня не растут. Ну, понял, что у меня их всего два. Там еще диасканея слоновая. И все. В общем, видео получилось было очень короткое. Не знаю, что я делаю не так. Почва у него такая хорошая, рыхлая. Пересадил вот не так давно его в новый горшок. Поставил уже там куда-то вниз в угол. Думаю, не будешь расти в этом году. Выброшу. И что вы думаете? Может быть, и вот стоило его пересадить, потому что проснулись ваи? Очень-очень интересно, конечно. Что интересно повлияло на него? То, что я на него руганулся и пригрозил помойкой? Или то, что я его пересадил? Как считаете? Иногда мне кажется, что они нас понимают. Вот честное слово. Следующий папоротник – это вот такой вот нефролепис. Кучерявый. Наверное, да? Он кучерявый же. Вроде кучерявый. Он у меня растет между стеллажей. Так вот заполняет. Не видно, кстати, вот каких-то проводов, вот этого всего. За ним вообще не видно. Ну и каких-то растений тоже не видно, собственно говоря. Он очень коварный, этот папоротник. Сейчас я вам расскажу про него. Чем он коварный? Тем, что он пускает вот такие вот стебли. Тоненькие-тоненькие. Я их постоянно подрезаю. Если их не подрезать, они пускают вот эти вот свои, я не знаю, что это, корни, какие-то отводки. Соседние горшки в грунт. И начинают расти новые папоротники. То есть он таким образом размножается. И поэтому нужно тут держать ухо востро. А растут они достаточно быстро, особенно когда молодые. Вот он, он молодой. Начинает расти очень активно. Хочет размножаться. Не даю. Мне одного хватает, потому что он огромный, большой. В прошлом году я пересадил его в такую большую кашпу достаточно. Но в этом уже не буду я его сажать. Хватит. Пусть этим довольствуется. Неприхотливый. Посажен в грунт Классман Биолан и разрыхлитель. Там у меня, по-моему, песочка я ему добавил. Все замечательно. Следующий папоротник вот такой. Вот что-то, наверное, из Асплениума. Не знаю точно, как называется. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите. Я обязательно его подпишу. Прямо сразу, как прочитаю ваш комментарий. Обещаю. Так. И я его покупал. Где я его покупал? Леруа Мерлен. Маленький, хиленький стоял. И он сейчас так у меня разросся. Такой пушистый. Но во всем есть ошибки. Вот она моя ошибка. Когда я поливаю, я поливаю в центр розетки, лью воду. Так делать нельзя. Не повторяйте моих ошибок. Не лейте в центр розетки папоротникова воду. Ну, как-то видите, там уже вот молодые, они начинают сохнуть. В общем-то, этого делать ни в коем случае нельзя. Горшочек небольшой. Грунт тоже Классман Биолан. И растет он у меня тоже между стеллажей. Его сразу за этим папоротником висит. Вот на этой палочке. Ну, красивый. Мне нравится. Хороший. Имеет место быть, я считаю. Еще одно такое мое приобретение. Этой весной я купил папоротник вот такой. Трижды перисто рассеченный. Или как-то так называется. Могу набрать. Поэтому мне особо не верьте. Он такой кучерявый, кучерявый, кучерявый весь. Очень красивый. Такой салатень. Салатовый весь. Прям хочется в салат порезать, честно. Но. Когда он приехал, я разочаровался. Потому что, объясняю. Объясняю. Мне казалось, что он будет, как мой нефролепис. Но вот это взрослое растение. Я не знаю. Может быть, он у меня еще и вырастет. Хотелось бы, конечно. Потому что. Я ну никак не рассчитывал на такого малыша. Папоротники мне нравятся. Крупные. Когда там. Посмотреть есть на что. Потому что. Растения не цветущие. Хотя бы зеленью наслаждаться. Ну, когда разрастется пушистый. Наверное, будет тоже очень красивый. Следующий папоротник, честно скажу, просто жемчужина моей коллекции. Название сейчас появится на экране. Напишу, потому что очень сложный. Ну, не прочитать. Бесподобный. Растет он у меня на камне. Таком, знаете, пористом. Такой пористый камень. Туда я набил в эти поры мох. И с одним мухом он себя, неважно, чувствовал. Поэтому я добавил немножко грунта. Но, тем не менее, все равно не знаю, как-то вот стоит его оставить на нем. Но очень прекрасно тоже он почувствовал вот этот грунт, новое питание. И начал даже выдавать более такие крупные листики. Они такие жесткие. Знаете, как пластиковые такие. Такие плотные. Бесподобный тоже растет. Он не шибко быстро. Поэтому не стоит быстро его ждать, когда он разрастется в огромный. Так вот такая вот у меня коллекция папоротников. Небольшая. Надеюсь, разрастаться она не будет. Потому что реально места у меня уже для них нет. Но на самом деле эти растения очень красивые, пышные. Стоят внимания. Один нефролепис чего стоит. Но годом ранее у меня были в коллекции также не асплиниумы, а адиантумы. Такие у них, знаете, тоненькие-тоненькие, маленькие, нежные листья. Вот что-то с этими растениями у меня не задалось. И не прижились они у меня. Наверное, я их все-таки думаю, что очень сильно заливал. А не доливать их тоже нельзя. Потому что вот эти маленькие, хрупенькие листья у них сразу сохнут. Ну, на этом буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрите, комментируете, ставите лайки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok